Да, действительно, выбрали две песни, коварные, наши дорогие, любимые, ведущие и организаторы. Очень неожиданно для меня выбрали из того списка, из которого можно было выбирать. И оказалось, что одна песня, которую я знаю, ну, года 78-го, наверное, там, с каких-то очень давних лет, и вот я решил ее немножко обновить в памяти перед этим сегодняшним событием, и вдруг оказалось, что во всемогущем интернете практически нет ее звучания. Есть эти стихи окружавы, есть в Ютубе, где угодно, ролики, где Влад Шалович читает эти стихи. Выплыло по ссылкам огромное количество исполнений этой песни с музыкой, написанной неким эстрадным композитором и, на мой взгляд, имеющей очень смутное отношение вообще к этому стиху и вообще к Акуджаве. Ну вот, собственно, арторского исполнения мне, по крайней мере, там, вот, вчера-пословчера найти не удалось. Песня эта была написана, по-моему, еще в 65-м году, и посвящена она была, была целую, чем Юлия Никулина. Цирк не банк, куда вы ходите, грустите отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, Ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, Ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все одежды наши праздничны, и смех, и суета, Все улыбки наши пряничны, не стоят ни черта. Перед красными султанами, на конских головах, Перед лицами, таящими надежду, а не страх. Перед красными султанами, на конских головах, Перед лицами, таящими надежду, а не страх. Ах, Надежда, ты крылатое такое существо, Как прекрасно твое древнее святое волшебство. Даже если вдруг потеряно, как будто не была, Как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла Над манежем и над праздничной ярмаркой одежд, Над улыбкой обывателей и ужасом невежд. Похороненная заживо ты явишься опять, Те, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать. Похороненная заживо ты явишься опять, Те, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать. Цирк не байк, куда вы ходите, грустите отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя Ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя И под куполом, под куполом, под куполом скользя Ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя А старайтесь мне как раз с точностью да наоборот, она настолько известная и столько разных исполнений ее есть в современном интернете и столько разных интерпретаций, что просто вот как в старом анекдоте выбирайте. Мой конь притомился, стоптались мои башмаки, куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры, вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки, до синей горы, моя радость, до синей горы. А где ж та река и гора притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? Езжай на огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подбирая я небо ночное плечо. Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик, кто спит, фонарщик, кто спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги, во тьму. Куда же ты едешь? Ведь ночь подступила глаза. Ты что потерял, моя радость? Кричу я ему. А он отвечает, ах, если мне знал, это я сам. Мой конь притомился, скоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите, будьте добры. Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки. До синей горы, моя радость, до синей горы.